Как научиться терпеть своих близких, которые, по нашему мнению, ведут себя как-то не так? Ну, надо же знать, что есть несколько ступеней терпения христианского. Первое – ну, терпеть никуда не денешься. Второе – важнейшее, может быть. Достойное по делам моим, такие у меня ближние. Не они плохие, а я весь в чирьях, и меня не тронь ни с какой стороны. Достойное по делам моим. Ох, как это трудно, но это совершенно необходимо. Вторая ступень. Если человек будет постоянно повторять это, Господи, действительно достойно, я вижу, что я достоин. Сколько гадостей у меня в душе, у меня, у нравственного человека, слышите? Я никого не убивал и не нарушал правил движения даже автомобиля. Я совсем нравственный. Гадостей в душе, достойные по делам моим я получаю. Вторая ступень. Кто хочет третьего? Пожалуйста. Благодарю тебя, Господи, что ты даёшь мне это очистительное средство. Вот как терпеть-то, оказывается, надо. И если человек будет с таким настроением терпеть своих ближних и дальних, что достоин, и благодарю тебя, тогда оно видит, какое благо он получит. В чём понятно? Когда я благодарю тебя, Господи, когда я достоин, я же обращаюсь к кому? К Богу. И тогда Бог приближается к душе человеческой и ослабляет все страдания. И если хотите, изменит и поведение самих этих близких людей по отношению к нам. Я думаю, вот так.